всем привет сегодня хочу я вам показать рецепт из своего детства это рогалики с мармеладом раньше когда мы были маленькие сестрой мы всегда готовили этот рецепт практически я не знаю раз в неделю наверное он очень простой и получается очень вкусный и симпатичный так что даже можно пойти в гости кому-то с такими рогаликами печеньем как печенье можно его представить тоже вот если красиво украсить в коробочку то можно преподнести как такой сюрприз небольшой так что все очень просто давайте приступить итак для рогаликов с мармеладом нам потребуется 200 грамм муки пшеничные 200 грамм сметаны у меня 20 процентная ну можно любую в общем-то маргарин или масло сливочное у меня маргарин пышечка специально для выпечки вот и мармелад вот такой вот мармелад чтобы он был такой тверденький то есть желейный мармелад именно вот такой потому что другой мармелад может вас растаять при выпечке вот такой мармелад и так просеиваем в миску 200 грамм муки добавляем 200 грамм сметаны сюда же и следом чуть-чуть я растопила масло то есть оно должно быть такое как бы растаянное да немножко вот видите она меня течет то есть такое мягкое масло мы или маргарин мы тоже добавляем в нашу миску и потом после этого все хорошенько перемешиваем перемешиваем до однородной массы чтобы у нас получился комок если вдруг такой комок как бы довольно таки тугое чтобы тесто получилось да вот если вдруг не хватило муки то муку можно добавить до тех пор пока у вас не получится такой тверденький упругий комочек из теста вот я вымесила тесто и как бы она не липнет к рукам вот видите она такое получается она и послушная мягкая она такое жирненькая получается вот так вот его понять еще чуть-чуть чтобы она вот видите она какой очень послушная вот такой вот теперь мы сейчас возьмем сделаем комочек обернем пленкой и уберем где-то на полчасика в холодильник и в таком виде убираем на полчасика чтобы она у нас немножко подмерзла пока тесто у нас охлаждается мы займемся мармеладом что мы делаем мы где-то буквально пол сантиметра или сантиметр сколько здесь вот такими кусочками небольшими вот так его разрежем и еще вот так то есть вот на такие долечки мы его порежем аккуратненько подготовим на такие полосочки такие тоненькие небольшие полосочки такие видите мармелад он такой плотный 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 такой и так мармелад я подготовила вот прошло полчаса тесто моё охладилась если кто хочет побыстрее охладить тесто можно положить его на минут 15 в морозилку там на 10-15 минут ну смотрите сами у кого как морозит вот теперь я его достала и теперь кусочек теста мы отрежем а это пока отложим в сторону а теперь нам нужно его раскат раскатать в круг немножко припорошить можно здесь мукой чтобы вам лучше было катать но много муки не нужно потому что тесто у нас жирненькая и как бы она будет нормально раскатываться раскатать его нужно тоненько но не до прозрачности а там буквально несколько миллиметров чтобы оно было не очень совсем уж тонко не просвет чтобы не просвечивалось тесто и кстати хотела я вам сказать что я добавляла получилось не 200 грамм муки а муки наверно грамм 300 может быть даже 350 так что смотрите сами у кого какая сметана это тоже зависит жирности пожиже или как вот раскатали такой круг и теперь этот круг мы делим на несколько частей чтобы у нас получились небольшие треугольнички то есть раз я сейчас вам покажу какого размера примерно должны быть треугольнички ну кто хочет побольше можно и побольше в принципе я вам покажу как делаю я всегда так вот такой треугольничек вот видите он не маленький небольшой как раз под размер нашего нарезанного мармелада и теперь все делается просто мы кладем чтобы видно было вот сюда на краешек мармелад и аккуратненько закатываем вот так закатываем 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 чтобы получился у нас вот такое печеница вот видите какой раз и курасанчик такой получается вот таких нам нужно накрутить теперь покажу еще вот так вам до чтобы было хорошо видно то есть сюда мы кладем ничего сложного здесь вообще нет и вот так вот закручиваем все и получается у нас вот такая красота и укладываем все на противень вот так по кругу просто я разложу сейчас мармеладики прям на тесто на наше нарезанное тесто как мы уже нарезали противень не забудьте тоненьким слоем смазать маслица кто каким хочет тоненьким потому что у нас и так в тесте много масла вот много масла нам не нужно и вот так теперь просто мы закручиваем и все закручиваем и складываем и еще вы наверное заметили сахарный песок мы не клали вообще он здесь не нужен потому что сладкий мармелад поэтому мы я уже вторую лепешечку раскатываю мы совсем не кладем а соль про соль я вам забыла сказать подсолить чуть-чуть тесто можно а сахар не нужен вообще и тесто у нас должно получиться при выпечки уже сами пирожницы эти рогалики будут такие рассыпчатые вкусные хрустящие рассыпчатые вот целый противень у меня получился рогаликов и сейчас я его отправлю в духовку и попозже потом я вам скажу сколько они выпекались я даже не знаю сколько они будут выпекаться я уже забыла сейчас посмотрим готовы еще даже булькают шкварчат вот такие рогалики у меня получились смотрите симпатичные вот вам идеи для подарка пожалуйста положили туда печенюшки красивая коробочка и очень приятно будет человеку которому вы это преподнесете вот смотрите такое тесто получается оно как бы слоеное как типа на наполеон можно так даже сказать слоеное хрустящие рассыпчатые вот то есть видите сейчас его вот так вот так вот ломается вот видите то есть вот такое вот тесто очень вкусные очень готовьте с удовольствием смотрите мое видео спасибо большое за просмотр ставьте лайки комментарии пока пока